Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с международным экспертом Банка Ипок Юли, господином Хьюго Миндерхаудом. Наша беседа будет об экономических достижениях Узбекистана за последние годы и насколько это повлияло на финансовое развитие Банка Ипок Юли. Здравствуйте, господин Миндерхауд. Как известно, за последние годы в стране наблюдается много изменений во всех сферах, в том числе и в экономике. Как вы это оцениваете? Да, действительно, в последнее время очень много изменений есть в Узбекистане под руководством президента Мирзияев. У меня был большой тест участвовать в бизнес-форуме в Нью-Йорке 20 сентября в прошлом году и тоже в ужин, который президент Мирзияев угасал гостям. Сказал в это время, что либерализация, валюта, комфортация – это только первые изменения. И действительно, это 6 месяцев назад и сейчас у нас каждый день реформы, реформы есть. И это очень хороший и позитивный шаг для нашей страны, конечно. Насколько эти изменения коснулись банковской сферы? И в чем заключаются ключевые точки роста? Ну, как я уже сказал, конечно, либерализация валюты, это, конечно, касается банка. Раньше это было трудно покупать валюту и импорт-экспортные транзакции платить. Сейчас это уже вообще не проблема. Это один-два дня и можете покупать валюту. И тоже они убирали много государственных функций, которые занимались банки. Например, кассовые планы, налоги такие. Это освободит для банка сотрудники, которые сейчас могут больше смотреть на коммерческие дела. И это, конечно, тоже очень позитивная мера, которую государство приняло. Как вы думаете, по каким направлениям лидирует банк Эпокюли? И на ваш взгляд, каковы достижения банка? Банк Эпокюли развивает очень успешно. У нас очень много иностранцев-партнеров. Мейбанк почти на уровне международного банковского сектора. Потому что у нас уже 5 лет есть у родителей Азиатского банка развития. Но кроме этого знаменитого финансового института, есть еще другие партнеры, как ФМО, Триода, Жизголландия, ЭБР, АЕФС. И каждый день больше и больше интереса от зарубежных институтов и Эпокюли Банк. Мы лидируем на качественный бизнес. Мы начали уже давным-давно первый банк, который Визокард и Чайная Европейская сделали. И сейчас у нас много новых продуктов есть, как Energy Efficiency. И наша мобильная площадка очень customer-friendly. Мы развиваем, и кроме этого тоже микрофинансовый сектор. И не только в Ташкенте, конечно, но тоже на все страны мы откроем больше и больше фиала. Господин Мендерхаут, не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие инновации внедрялись за последние годы в банки, и какую роль они играют в развитии банка? Ну, как я уже сказал, это самые важные новые продукты. Мы сейчас сделаем для сельскохозяйства, для Energy Efficiency. И мобильная площадка, чтобы легче-легче платить и получить деньги. У нас работает уже два года компания SAP из Германии. Они новый софтвер сделали в банке, что это очень важно для клиента. И тоже у нас есть одно окно для клиента. Не надо на разные отделения, но у вас есть один relationship manager, и он все вопросы решает у вас. Какие прогнозы можно будет делать на будущее? Узбекистан в будущее, я смотрю, очень-очень позитивно. Эта реформа, конечно, не только в странах, но, как я заметил, тоже есть сейчас очень хорошее отношение со всей соседней страной. И это дает больше, конечно, импульта на трейд. Но не только для ближайшей страны, но на все. Мы дружим со всей страной. Если вы сейчас в гостинице, вы видите так много разных иностранцев, которые приедут и хотят работать с Узбекистаном. И поэтому я думал, в будущем Узбекистан будет очень солнечная страна, очень хорошее будущее. Благодарим вас за беседу. Мы беседовали с международным экспертом банка Эпокюли, господином Хьюго Миндерхаудом.